Привет всем! Сегодня у нас восьмой выпуск дневника музея. Ну, в основном потому, что уже пора. Вообще там так стремительно развиваются события, что в общем-то его можно было бы выпускать хоть каждый день. Всё время что-нибудь да происходит. Но такой возможности нет, да и вам, конечно, это будет абсолютно неинтересно. Тем не менее, в прошлом выпуске дневника музея я рассказывал, что мы наконец-то вышли на стандартный график. Музей теперь работает по будним дням и по субботам там бываю я. Сейчас это не так, к сожалению. Если вы следите за новостями музея на сайте, то знайте, что сейчас у нас есть определённые перебои в работе музея. Потому что, к сожалению, мой экскурсовод, который вёл экскурсии по будним дням, решил переехать и больше ему это неудобно. Очень жаль. Вообще у него неплохо получалось. Я хотел бы вам рассказать немножко о всём том, что нас с вами окружает. Начнём с того, где мы с вами, в принципе, находимся. Мы находимся в музее вычистительной игровой техники. Вы это, скорее всего, уже поняли. Здесь огромное количество экспонатов, они все рабочие. Многие из них, как видите, подключены. В том числе, многие портабл консоли, они тоже рабочие. Тоже можно будет брать, смотреть. Здесь, в принципе, всё touch-friendly. Всё можно потрогать, всё можно нажимать. Единственное, да, конечно, стоит быть осторожным, потому что это всё-таки ценные вещи. Ну и не забывайте правила, да, если что-то взял посмотреть, обратно потом на место можно поставить. Вот. Меня зовут Миша, да, я здесь для того, чтобы чуть-чуть вам рассказать об этом. Хорошо, что этим в данный момент не я занимаюсь. У меня хватает пока своего геморроя. Так что спасибо Миша. Кроме того, что у меня сейчас в компьютерном музее идет лекция, прямо сейчас вторая лекция у нас идет в общей комнате. Та, которую я до сих пор показывал как chill-out. Да, нужно было как можно надёжнее спрятать, в столице, если разбомбят группу, в районе. В общем, типичный будний день музея. Ирония в том, что сегодня суббота. У меня сегодня тоже будет лекция с трёх до шести, как обычно, что можно увидеть на этом экранчике, который иногда показывает расписание. Кстати, расписание надо поменять. Тоже ещё один геморрой. Вот так и живём. В каком-то таком режиме. Сейчас все вот эти ребята перейдут в эту комнату смотреть компьютеры. Поэтому буду я убегать. Здесь уже была гораздо более проработанная и детализированная графика. Точно такой же звук. Ну и что характерно, сами игры были уже гораздо интереснее. Плюс ко всему, в каждый картридж поставилась фирменная метка в компании Nintendo, которая гласит о том, что игра сертифицированная, проверенная. В неё можно играть, скорее всего, это будет даже весело. Вот. Приставка была очень популярна. Да, она и позиционировала себя уже ничего, просто какая-то игровая шнёга, да, а вот оценировала себя под семейный компьютер. То есть что это такое, о чём вся семья может весело продать. Два Сергея были. Сергей Соболев, Сергей Христианович. Математик Сергей Соболев и механик Сергей Христианович. Тричь, это сидели в Москве, в дачном посёлке. Посёлок Академинал Морженко под Москвой. Такой, пошли на дачу люди, пошли сидят. И думают, классная идея, давайте предложим в Крущёву построить академный городок. Тричь, вот так просто придумали. Организованные экскурсии интересны тем, что с ними не угадаешь. Бывает такое, что приходит, например, огромное количество школьников из какой-нибудь сельской школы. Им всё очень интересно, они стоят молча, вникают. Им вообще, ой, Нинтендо никогда не видели. Сегу настоящую никогда не видели. В основном всякий магистр драйв продаётся в местном магазине. Всё не настоящее, всё поддельное. Здесь всё настоящее, они стоят, вникают. А бывает наоборот. Особенно это касается городских школ. Они приходят, и им вообще ничего не понятно. Зачем их сюда привели? Чё им тут делать? У них у всех дома по Xbox'у стоит. И в лучшем случае они просто галдят, ничего не слушают, бегают по потолку, там всё потрогать, что старое редкое не видели. Там калькуляторы какие-нибудь, жёсткие диски и прочее. Приставки их не интересуют, лекции их не интересуют, ничего не интересует. Такую лекцию вести трудно. А вот когда такой благодарный слушатель, который внимает, это, конечно, здорово. У нас особая путаница с этой дверью. Я всё время говорю, что, в принципе, вход наш вот здесь. Хотя на сайте, если посмотреть фотографии, которые рассказывают о том, как вообще в музей попасть, там сфотографирован основной вход в музей. Вернее, основной вход института, через который производится вход в музей. Потому что гораздо чаще люди ходят там. Эту дверь мы открываем, ну, можно сказать, только по каким-то особенным случаям. Одним из таких особенных случаев, например, является маленький рок-концерт. Мы действительно их здесь проводим. Такой open-air. Тогда мы открываем здесь эту нашу дверь. Здесь уже наша туса. Прямо здесь у нас играют ребята. У нас уже тут собственный набор, разве что не гитар, но уже комбиков, колонок, микрофонов, усилителей и всего остального. Наверное, если купить ещё пару гитар, так будет вообще всё готово. Приходи любая сволочь, как говорится, и играй. И мы бы вполне могли бы это здесь сделать. Мы, кстати, это ни с кем не согласовываем. Практически нарочно. Один раз Росгвардия приезжала, ну, молча. Они приехали, посмотрели, посмотрели, сели, уехали. Так что... Ну, я уже был готов с ними разговаривать на повышенных тонах, потому как мы тут вообще такие бабки платим. Какие вообще могут быть претензии? Мне кажется, что до сих пор я показывал этот вход только в зимнее время суток. Суток. Года, конечно. Но, в принципе, и в тёмное время суток тоже. То есть, уже получается восьмой выпуск гневника музея, но при этом вход я этот показывал, наверное, только в первых трёх. Да, ну, наверное, потому что тогда кроме входа было показывать особо нечего. Это был декабрь, январь, начало февраля. Ну, наверное, немножко весна. Зимний вход и так виден и понятен. Он есть на фотографии, вы можете найти на сайте 16DefizBits в разделе музей. Как выглядит вход? Собственно, я для чего это показываю? Я это показываю, потому что очень много вопросов. А чё, куда идти-то? Тут просто главный вход в этот институт, как я уже много раз говорил в дневниках музея, находится с торца института. Он смотрит не на проспект Лаврентьева, который там, но при этом всё выглядит так, что вход ровно в центре здания, лицом к проспекту Лаврентьева, он есть. Просто это не главный вход. И это вход не к нам. В общем, вот, увидите надпись «Институт вычислительной математики и математической геофизики Саран» вам туда. А если вы видите какую-то другую надпись на входе в здание по адресу Лаврентьева 6, то вы ошиблись. Входом ищите другой. Наш находится прямо напротив магазина Техносити. Так что не перепутайте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Кстати, об Эльбрусе, который половина из вас терпеть не может, а вторая половина только и ждёт, что выпуска в проэльбрус. Практически все компьютеры, которые попадают ко мне в руки, я тестирую на предмет трёхмерной производительности одним и тем же бенчмарком. Многие из вас уже давно это заметили. Это Unigine Heaven. И Heaven хорош тем, что он существует и под Линдукс, и под Windows, и под DirectX, и под OpenGL. То есть охватывает максимальное количество того, что я хотел бы проверить. Это хорошо, когда используется один и тот же тест, потому что тогда попугаи можно сравнивать с попугаями. В любом другом случае сравнивать производительность двух разных тестов абсолютно бессмысленно. И в этом смысле Unigine Heaven, конечно, находка. Он мне очень нравится. Я им очень долго пользовался. И нельзя сказать, что я не заметил, что в титрах в конце бенчмарка, вообще говоря, большая часть фамилий явно русскоязычные. Но мало ли, наши программисты где только не работают. В общем, я особого значения этому не придавал. Но потом со временем я понял, что действительно похоже этот бенчмарк делается в России. Чего я не знал до самого конца, что называется, это того, что оказывается компания Unigine, это довольно серьезный B2B игрок, который делает свои трехмерные движки для разного рода, ну, скажем так, не для игр. То есть, это, конечно, не Tech, не Source, это движок со своей спецификой, который пользуется спросом в некотором профессиональном круге, где он очень нужен. И поэтому компания Unigine, вообще говоря, достаточно ревностно относится к своим исходным текстам, достаточно трудно на них взглянуть. То есть, вынести их за пределы компании нельзя вообще ни в коем случае. Это все не open-source проект, это чисто проприетарный движок и так далее. Естественно, движок этот существует под Linux и под Windows, потому что именно для этого его хотят видеть клиенты. Ну, а небезызвестный вам Миша Шигорин, человек, который работает в Alt Linux, и, в общем, является таким апологетом Эльбруса и вообще отечественных компьютеров, очень захотел, чтобы движок компании Unigine работал на Эльбрусе. Ну, то есть, понятно, что движок, естественно, в виде исходных текстов никакому Миша Горину не дадут. И мне не дадут, и никому не дадут, а я-то тут вообще при чем? Но при этом сами ребята в Unigine проявили некий интерес к этому, причем это ребята чисто прагматичные, они, что называется, ничего личного, только бизнес, и если бы в этом не было никакого практического смысла, как его не было много лет, то они бы, конечно, просто отказались, как они много лет, и отказывались от таких экспериментов. Но, как выяснилось, компанию Unigine периодически спрашивают, нельзя ли использовать их движок на Эльбрусе, потому что есть вот такой коммерческий запрос. И компания Unigine в связи с этим согласилась, давайте действительно попробуем портировать наш движок на Эльбрус. Миша сказал, да, конечно, давайте, чем мы можем помочь, Unigine естественно сказал тоже, что и многие у нас, собственно, нет Эльбруса, чтобы его потестировать, Миша хотел предоставить свой, какой-нибудь, но оказалось, что конторские все на данный момент заняты. И тут ключевой момент, пожалуй, сыграло расположение компании Unigine. Дело в том, что оказывается, что такая достаточно всемирно пользующаяся спросом компания Unigine находится в Томске. Это у меня буквально за углом да налево, как говорится, буквально два часа езды. Поэтому Михаил предложил ребятам из Unigine использовать Эльбрус, который есть у какого-то там блогера Дмитрия Бачила, который живет в Новосибирске, и этот Эльбрус стоит у него в музее. Компания Unigine согласилась, Миша тут же прилетел в Новосибирск и сказал поехали и махнул рукой. Так что мы немедленно отправились в Томск вместе с моим Эльбрусом. За этой дверью находится та самая компания, которая разрабатывает бенчмарк Heaven, который я постоянно использую в своих обзорах. Я делал это даже на Steam Deck и много еще на чем. Ну а что поделаешь, визуально он выглядит практически как 3DMark и при этом абсолютно кроссплатформенный. Его можно запустить в Linux, его можно запустить в Windows. И вот мы очень надеемся, что мы приехали сюда не зря. И может быть, однажды его можно будет запустить на Эльбрусе. У нас нет задачи заниматься именно Heaven. Мы хотим сделать чтобы хотя бы движок компании. Unijine работал на Эльбрусе. Посмотрим, что из этого выйдет. Звоним в дверь. Кажется, сработало. Вот. Здравствуйте. Вы к вам. Законим. Здравствуйте. Я тоже вспомнила. Сейчас мы пришли. И тут есть вот такая штука прикольная. Целый стенд. Ну, это понятно. Это Oculus Development Kit. Я так понимаю, ДК1. да, тут для дураков-то написано. Вот, ДК1 первый шлем. А это S3Trio DX. Построена на полностью интегрированных графических ускорителях. Ну да, умница. Рассказывал я про такую. А это лежит 8800. Но это что это? Это не GT-шка, это GTX. А у меня была ультра такая. И она была чуть покруче, чем это. ультра это был вообще супер топ. Это следующее после топа. А это журнал компьютера за 96-й год. Эра виртуальной реальности вот-вот наступит. Да-да-да, конечно, так оказалось. Ну ладно, мы здесь не для того, чтобы смотреть красивые стенды. Нам надо сюда. Посещение компании Unijine было очень интересным. Там столько всего, там такие крутые программисты, такие серьёзные разработки. Есть такая игра Oil Rush. Я в неё играл под Linux. Именно потому, что мне хотелось поиграть в какую-нибудь серьёзную игру под Linux. В своё время это было давно. И тут внезапно выяснилось, что есть целая стратегия нативная под Linux с офигеннейшей графикой. И оказывается эта игра Oil Rush была сделана как раз компанией Unijine, которые в свою очередь мои практически соседи. Вот кто бы мог подумать. Оказывается их разработка. И я посмотрел на кое-какие ассеты этой игры и так далее. Я мало что могу вам показать. Вот только рассказывать на словах остаётся. Ну мы не согласовывали съёмку. Мы приехали ведь совсем не за этим. И задача у нас была в определённом смысле плёвая. Потому что Эльбрус ведь нормально уже готов собирать под себя любые исходные тексты. То есть компилятор дорос. Операционная система доросла. Процессор дорос ещё 23 года назад. В принципе ничего хитрого нету. Возьми да скомпилируй. Это можно было бы сделать удалённо если бы компания не боялась переписывать свои исходники куда-то. Но они сказали нет мы исходники куда-то удалённо переписывать не будем. Хотите это дело потестировать привозите Эльбрус в компанию здесь под нашим присмотром мы их перепишем сюда соберём если соберётся протестируем после этого сами удалим убедимся что ничего не осталось на вашем Эльбрусе и после этого увозите его я отношусь к этому с уважением это вполне понятно если компания выбрала вот такой вектор работы если у них проприетарный продукт то тут уж ничего не поделаешь они держатся за счёт того что у них есть вот их секретная так сказать разработка их исходный текст является основной собственностью основным источником дохода все знают просто что я сторонник все-таки open source подхода и так далее естественно но я мне уже как бы не 15 лет я прекрасно понимаю что мир в общем не чёрно-белый что все чуть сложнее и если вот такой выбран путь то он вот такой давайте будем относиться к этому как-то спокойнее хотя конечно хотелось бы чтобы как можно больше подобного софта становилось с открытыми исходными текстами чтобы можно было работать всем миром чтобы можно было создавать больше проектов но пока вот так и поэтому лучшее что я вам там могу показать это коридор и кухню а сам процесс тестирования но только совсем чуть-чуть это зачастую самая интересная комната во всей в любой организации кухня здесь люди принимают пищу чем она цивильнее тем лучше организация можно еще по частоте туалетов определять но впрочем это не главное вот здесь тоже есть хороший стенд с фотографиями и этот кадр я хорошо знаю это Unigine Heaven который я использую я опять неправильно произношу название компании Unigine да на холодильнике много букв тут даже составлены слова их можно прочитать я дикий могучий венозный пульсирующий релиз шел взад здесь уже идет процесс и удаленно люди работают пытаются заниматься портированием поэтому мы не будем им мешать посмотрим фотографии стена с фото это все скриншоты из продуктов компании Unigine здесь их много можно почитать буклетики очень интересно монитор я могу вам показать только сзади потому что в данный момент там отображается слишком много коммерческой тайны но процесс компиляции панель брус кода компании Unigine продолжается а с обратной стороны можно видеть все то что компания навыигрывала за все это время правда я тоже лучше не буду показывать это слишком близко потому что там есть некий текст который я прочитал и сам чуть не офигел поэтому просто знайте что здесь много разных дипломчиков в общем стараемся не показать ничего лишнего потому что компания ревностно охраняет свой IP то бишь intellectual property а не IP адрес конечно же ну что ж имеют право почему бы и нет главное программисты взялись за дело ну и я лично в этом понимаю чуть менее чем ничего потому что это уже очень серьезная программирование этот все вот эти ваши 3d движки восхитительно конечно но уже сильно выше моего уровня не буду мешать а вы дайте можно поездить дайте я побегаю ой прикольно работает работает ну что по-моему у нас все получилось результат вполне себе неплохой самое главное что мы запустили продукт на продукте на продукте да мы очень тщательно выбираем выражение потому что все строго засекречено но мы тем не менее добились определенного успеха так что мы можем сказать большое спасибо компании giant я правильно произношу название как ты думаешь вот а то я как я только не называл за все это время пока использовал heaven в своих видосах и очень переживаю что теперь так как оказывается это соседи и приехать меня бить им совсем не сложно может быть это будет для меня проблемой но я надеюсь я теперь выучил правильное произношение тем не менее похоже у нас все получилось и заодно мы стоим в таком интересном месте за нами располагаются я так понимаю это скриншоты в том числе и ваших продуктов да и это все из них скриншоты или здесь есть что-то еще потому что мне кажется что вот это вот династ из counter-strike ну да я вижу здесь написано image courtesy of zip22 я бы прочитал эту надпись именно так а вообще все остальное вроде не подписано все это скриншоты продукты этой замечательной организации которой мы выражаем благодарность хотя тут непонятно кто кому больше делает одолжение но все взаимно мы в любом случае очень рады что нам не отказали в том чтобы хотя бы попробовать сделать то что мы сегодня здесь делали все получилось поездка не зря произошла и наша миссия в целом завершена ура все мы заканчиваем машинки собраны выключены и боевая флешка в виде джефорса возвращается владельцам секретная информация плана с собой не утащить все кажется мы готовы у меня на входе стоит ноутбук мой обычный личный ноутбук который не является ни экспонатом музея ни чем-то интересным это просто ноутбук с линуксом ну по умолчанию грузится линукс во всяком случае там есть и windows тоже и каким-то образом так получилось что в данный момент дети играют в какую-то игру я ее туда не устанавливал я ее там не запускал но это работает жду окончания экскурсии чтобы у кого-то из наших спросить как так получилось ну кажется лекция успешно закончилась зрители покидают зрительный зал вот так и живем но было круто особенно здорово когда лекцию веду не я можно посмотреть на все это дело со стороны оценить заинтересованность людях в экспонатах ну и всякое такое вот такой вот получился один среднестатистический день из жизни музея но в данный момент музей стоит в общем на паузе из-за того что Миши у меня теперь нету я имею ввиду Мишу экскурсовода и фактически музей сейчас в будние дни считайте не работает совсем а по выходным веду лекции я но дело в том что по будням на лекции приходят обычно люди скажем так случайные то есть это не зрители моего канала а просто люди которые пришли посмотреть на старую компьютерную игровую технику а по субботам наоборот приезжают люди в основном из других городов которые больше приходят скорее пообщаться со мной чем посмотреть на выставку ну это пока еще происходит но по субботам людей приходят соответственно меньше потому что это скажем так некая эксклюзивная получается такая формация а вот по будним дням пока что некому демонстрировать выставку потому что я на работе и вообще говоря работало это так все знают что вход в мой музей стоит 300 рублей это написано на сайте это написано на входе и когда лекции ведет какой-то экскурсовод в будний день то из этих 300 рублей 200 он забирает себе и 100 отправляет в общак и всех такое положение дело устраивало я не могу нанять экскурсовода за зарплату а не за зарплату конечно согласен работать мало кто поэтому я не могу просто так взять и быстро найти другого экскурсовода это непростая задача но если допустим вы студент НГУ и вам нечем заняться в какое-то там свободное время в будние дни и вам интересно попробовать поприглашать людей в музей порассказывать им что-то и заработать на этом каких-то денег то я открыт для предложений моя электронная почта всем известна пишите туда пообщаемся мне нужен экскурсовод вот на таких условиях при этом время в общем можете выбрать любое потому что в листовке конечно написано что музей по будням работает с 12 до 15 но это время которое было удобно Михаилу если вам удобно другое время хорошо хотя конечно было бы неплохо все-таки работать так как написано в листовке но я готов подстраиваться под что угодно так что с удовольствием приму кому-нибудь в качестве экскурсовода в музей на будние дни это было бы очень здорово хотя бы там не каждый день ну как-нибудь в общем было бы здорово в музее происходит много чего по-прежнему тем не менее то есть я все равно там веду какие-то лекции особенно если со мной договариваются давайте вот мы придем тогда-то тогда я конечно прихожу вне расписания с удовольствием всем все рассказываю это происходит мы там с Ильей Курдюковым периодически что-то переделаем сейчас поставили огромный телевизор Sony мы его вдвоем еле подняли я вообще не знал что такие бывают это вайдовый но при этом трубчатый ЛТшный телевизор и к нему у нас сейчас подключен геймстик на котором стоит эмулятор аркадных машин как раз для этого телевизора очень хорошо подходит беспроводные джойстики в общем есть во что поиграть есть что попоказывать народ кстати последнее время стал больше приходить чисто сесть поиграть нежели послушать какую-то лекцию это получается такой ретро-игровой зал оказывается вполне востребованная вещь просто у нас их практически нет или там из последних событий например у меня не было плейстейшена первого сейчас у меня есть плейстейшен первый правда он нуждается в некотором обслуживании или вот у меня был там дримкаст подключен буквально с первого дня вот он этот дримкаст у него сдох привод я надеюсь что привод потому что привод очень легко заменить и как я это буду делать об этом скоро появится очередное видео на моем канале надеюсь это будет в ближайшее время хотя все никаких анонсов и прогнозов потому что в моем случае это практически невозможно делать невозможно держать такое слово однажды будет видео про ремонт этого дримкаста я собираюсь заменить его привод на устройство чтения SD карточек чтобы записывать туда побольше игр и чтобы он поменьше шумел самый шумный девайс во всем музее потому что его привод работает весьма шумно в общем это будет сделано в какое-то ближайшее время а на сегодня это видимо все по субботам музей с трех до шести все-таки работает но тем не менее следите за расписанием потому что я выкладываю его сейчас на каждый следующий день в котором я там буду там отличается время и так далее не каждую субботу получается это делать так что следите за новостями смотрите расписание на конкретный день в который хотите прийти чтобы не оказаться у закрытой двери к сожалению сейчас такое возможно пока эта проблема не будет решена а на решение этой проблемы времени у меня так же как и на все надеюсь вы понимаете ну вот на этом пожалуй и все кстати мы договорились с компанией Unigine что я все-таки сделаю про них отдельное видео однажды приеду и все-таки поснимаю по-человечески на нормальную камеру с нормальным микрофоном а не как в этот раз и все-таки расскажу о том какие интересные все-таки проекты делаются у нас тут в далекой Сибири вот теперь точно все всем до следующего видео всем пока Субтитры создавал DimaTorzok